Привет всем! Сегодня поговорим о датчиках высоты подвески. В этом видео вы узнаете о их диагностике, ремонте и как можно сэкономить на их замене. Видео будет полезно всем, владельцам Toyota, Lexus, оснащенных системами пневмоподвески, гидроподвеской и системы IFS. Основные неисправности этих датчиков это заклинившая тяга, которая заклинивает вот в этом шарнире. Ее можно разработать. Есть также заменители на китайские тяги и в принципе можно собрать из нескольких китайских тяг любую тягу нужного размера. Вот вторая проблема это заклинивание самого датчика, чисто механическое. То есть датчик заклинивает, у меня вот есть такой датчик, вот он уже сломанный, здесь пришлось спиливать его, то есть здесь тяга, он не крутится, полностью заклинивший датчик. С этим понятно. Другая проблема это окисление контактов. Окисление контактов внутри датчика, то есть они окисляются. Вот есть такая фишка, которая одевается на датчик, вот там три контакта идут, то есть там питание, питание земля и сигнальный провод. Проблема в чем? Внутри разъема есть резиночка, которая не позволяет влаге попадать внутрь разъема. Но со временем эта резиночка теряет свои свойства эластичные и влага попадает. И там такие очень тонкие контакты, они окисляются. И часто бывает ситуация, когда датчик меняют, ставят новый, а новый датчик довольно дорогой, вот, а фишку не меняют. И в результате старая фишка, влага попадает и где-то через полгода новый датчик уже выходит из строя. Дальше я вам расскажу, что делать, чтобы такой проблемы не возникало. И последняя проблема, сам датчик, в него попадает влага и в результате он перестает работать. Вот как это диагностируется? С тягой все понятно, тяга диагностируется на глаз, то есть в принципе все, что касается заклинивания, оно очень легко диагностируется. Тяга должна ходить, я всегда при осмотре подвески, всегда смотрю, чтобы эти тяги ходили в вот этом вот шарнире. То есть она должна здесь вот так вот ходить тяга. Если она не ходит или же резинка порвана, то тогда надо задуматься о замене. Так как если тяга заклинит, она может вывести из строя сам датчик. Может сломаться кронштейн, крепление прямо от корпуса отламывается. Может сломаться кронштейн, который крепится к рычагу. И это все будет довольно неприятно. Следующее решение проблемы. Я всегда рекомендую менять датчики вместе с фишками. Как я решил эту проблему? То есть найти номера этой фишки можно только в оригинальной технической документации. Сейчас вам покажу. Для ремонта фишки я заказываю новую фишку. Вот ее номер. Там вот такая вот фишка. Она пустая. Контактов здесь нет. Дальше я заказываю отдельно контакты. Три штуки. Вот такие номера у них. Эти контакты уже идут с уплотнениями. То есть вот контакт. Вот фишка. Три таких контакта я покупаю. Они вставляются легко сюда, защелкиваются. И в принципе у нее новая фишка, которую можно использовать для ремонта и замены старой. Что касается диагностики и отсмотра фишки. То есть фишечку эту надо при диагностике датчика, когда он еще на машине, надо снять фишку и посмотреть внутрь, посветить хорошим светом внутрь фишки. И там внутри будут видны зеленые отложения. Если они видны, хотя бы есть какое-то подозрение на фишку, то сразу же ее надо менять. То есть смысла ставить новый датчик? Ну нет совершенно никакого. Смотрите еще. Что касается датчика. Датчик вообще стоит дорогих денег, так можно выразиться. И раньше было довольно сложно найти датчики. Эти датчики продавались по 100 долларов, а такие фишки бэушные продают у нас по 20 долларов. И найти какой-то альтернативный вариант было сложно. Ставили китайские датчики, но как правило китайские датчики у них тоже, они долго не ходят. Вот я нашел очень хороший вариант замены этого датчика. Это датчик iSyn фирмы. Вот смотрите, у него такой вот номер. Датчики фирмы iSyn это те же самые датчики, которые идут в оригинале в запчастях Toyota. В чем особенность этого датчика? То есть все датчики, которые устанавливаются подобного типа, вот они такие датчики идут, но вот они одинаковые, которые устанавливаются на автомобили Toyota и Lexus, они однотипные. То есть есть только правый и левый датчик. То есть любой датчик можно поставить на систему IFRS, на систему подвески. Это можно поставить датчик, ну хороший, и он будет работать. То есть вопрос только остается в рычаге крепления и в кронштейне. То есть они на всех сразу идут. Плюс левый и правый. То есть, но так как нам надо только вот эта часть, только сам вот этот датчик, а кронштейны и рычаг можно поставить старые, то проблема у нас очень упрощается. То есть я обычно как? Я раскручиваю датчик, снимаю тягу, раскручиваю датчик и оставляю датчик целиком. Вот у нас датчик. Он такой же, как старый датчик, один в один. Отличие этого датчика в том, что видите, здесь тяга скошена специально неровно. То есть с одной стороны здесь ровный скос, с другой такой полукруглый. Это для того, чтобы точно поставить этот рычаг на датчик. То есть я беру старый датчик, снимаю аккуратно кронштейны с этого датчика, вставляю этот датчик и ставлю тягу. В чем может возникнуть проблема? Проблема в том, что этот датчик может оказаться левый или правый. То есть у вас нужен левый, а это правый или же наоборот. Что в таком случае я делаю? Я ставлю датчик, закручиваю его кронштейн, подсоединяю. И когда поставив все на место, я подключаю компьютер. По компьютеру я смотрю, машина у меня стоит ровно, колеса вывешены одинаково. И если датчик показывает в минус или в плюс, он отличается от других датчиков по компьютеру, я просто беру, разбираю, откручиваю сам рычаг, переворачиваю на 180 градусов и ставлю эту тягу наоборот. То есть рычагом наоборот. Вот так вот. Поставив ее так, можно закрутить болтом, он вжимается, и вот эта неровность не мешает. Этот датчик просто за счет болтика вдавливается, эта тяга, и ничего не возникает. Так как этот датчик не имеет упора, то есть он становится и налево, и направо. То есть можно не загоняться какого типа датчик, то есть левый, правый, просто заказать один. То есть таким способом решается эта проблема с датчиком. Датчик этот стоит намного дешевле, чем оригинальный, и по цене даже дешевле, чем продают бэушные датчики. Что самое смешное, датчики новой iSyn, которые фактически оригинальные датчики, выходят дешевле, чем покупать бэушные. И проблему с тягами я обычно решаю покупкой вот таких вот китайских датчиков фирмы F-Best. Вот их номер, по которому заказываю. Вот такая у нас тяга, которая регулируется по высоте, изменяется ее длина, можно во все стороны фиксировать, из нескольких тяг я бывает делаю одну. Бывает вопрос, что тяга длиннее или короче, тогда приходится подпиливать эту тягу, ну или вставлять другой болт, который находится внутри этих тяг. Вот эта тяга состоит из таких вот элементов. Вот две головы с шарнирами такие и вот такой болт. С одной стороны левая резьба, с другой стороны резьба правая. Вот таким способом я решаю проблему с датчиками высоты. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки. Пока!